Майя Плесецкая Великая балерина Майя Плесецкая впервые попробовала себя в драматической кинороле, уже будучи звездой экстракласса. Правда, и фильм она выбрала себе под стать, экранизацию Анны Карениной. Технологически была сделана картина изумительная. Там такие вещи есть феноменальные, фантастические. Одна Майя Плесецкая, чего стоит. Звезда молодой балерины Людмилы Савельевой взошла благодаря невероятному везению, но не в балете, а в кино, когда Сергей Бондарчук утвердил ее на роль Наташи Ростовой в «Войне и мире». Первая премьера очень хорошо помню. Мы жили в роскошном отеле «Жорж Сенг». Это, вы знаете, Георг V у Елисейских полей. На нас были роскошные туалеты. Нам подарили в Кристиан Диоре туалеты. И я помню, как мы с букетами фиалок пришли на премьеру «Войны и мира». А тепло тебе, девица? Тепло, батюшка Морозушка. Тепло. Наталья Седых всегда мечтала о балете, но и помыслить не могла о том, что станет любимицей миллионов задолго до поступления в труппу Большого театра. О своем первом опыте работы в кино актриса и сейчас говорит с восторгом. «Вот эти главные воспоминания – это просто ощущение сказки, ощущение чуда, в которое я побывала, в которое я прожила достаточно длительный отрезок времени». Твердят, верить не надо. Любовь с первого взгляда. А я верю в нее. Верю в нее. После выхода телефильма «31 июня» Наталью Трубникову полюбила вся страна. А вот судьба ее партнеров по площадке Александра Годунова и Людмилы Власовой сложилась драматически. Нам звонит Леонид Александрович, говорит, срочно приезжайте, и мы с мужем приезжаем к нему. И он сидит бедный, белого цвета, и слушает голос Америки, и там передают, вот что Годунов остался, Людмила в самолете. Как эмиграция Годунова отразилась на судьбе его коллег по фильму и по балетной сцене? Чего стоило Наталье Седых перевоплотиться в Настеньку? Каким образом роль Наташи Ростовой поменяла судьбу Людмилы Савельевой? В какой момент съемки в кино вдохновили Майю Брисецкую на свою собственную Анну Каренину? И как балетные танцоры становились киноактерами? Когда же мы увидимся? Вы не стоите этого. Кто это с вами? Ну, Аси, Варминя, когда-то. Вряд она выходит за Топовым? Да. И представьте, княгиня, это брак по страсти. Кто нынче говорит про страсти? Антидивиальные мысли. Экранизации Толстого – тяжелое испытание для любого режиссера. Но у Александра Зархи, который вынашивал идею постановки Анны Каренина еще с 50-х годов, все было продумано. И актерский ансамбль, и состав съемочной группы, и план работы над фильмом. На заглавную женскую роль он выбрал невероятно популярную в те годы Татьяну Самойлову, чьим талантом восхищались не только в СССР, но и во всем мире. После фильма «Летят журавли» Татьяну Самойлову мечтали заполучить многие режиссеры с мировым именем. А из Голливуда даже направили через Госкино приглашение на роль Анны Карениной. Ну, конечно, наш комитет сказал, как это? Это почему мы сами будем ее снимать Анной Карениной? Правда, кинопостановку романа одобрили только в середине 60-х. А потом вдруг появились сомнения, подходит ли Самойлова на роль Карениной. За актрису вступился режиссер. Он сказал, я не буду снимать картину, если не будет сниматься Самойлова. Все. Поэтому все остальные ушли на второй план. Неизменным был выбор композитора. С Родионом Щедриным Зархи работал еще на картине, ставшей всенародным хитом «Высота». Песню «Монтажники-высотники» в СССР пели все, от мала до велика. Мы кочеганы, мы плотники, Но, сожалению, горьких нет. Как нет? А мы монтажники-высотники, да, И с высоты вам шлем привет. Возможно, именно Щедрин предложил на роль Бетси Тверской Свою супругу и музу Майю Пресецкую. Конечно, опыт съемки в кино у великой балерины уже был, Но как у танцовщицы, а не как драматической актрисы. В ее фильмографии были и фильмы-концерты, И музыкальные фильмы, и, конечно же, фильмы-балеты. Пожалуй, не было в стране ни одного человека, Который не видел бы Одетту Адилию из Лебединого озера Чайковского В исполнении Плесецкой. Приглашая на роль Бетси Тверской Майю Пресецкую, Уже тогда бывшую абсолютной легендой, Александр Зархи понимал, что зритель на нее пойдет. Очень важна пластика тела, движение руки. Вы посмотрите, какие руки, фантастические руки у Майи Пресецкой. Что на сцене в кинематографе. Ни одна, ни одна актриса не сможет этого повторить. Я думаю, для того, чтобы знать, что такое любовь, Нужно ошибиться и потом поправиться. Даже после пра? Вот именно. Ошибиться и потом поправиться. По признанию самой балерины, во время съемок фильма ей пришла в голову смелая идея поставить Анну Каренину в виде балета. Случилось это после конфликта Родиона Щедрина с Александром Зархи, который, по мнению Плесецкой, безбожно искромсал музыку. Свой замысел композитор и балерина успешно воплотили через пять лет после выхода картины Зархи. До них никто не решался делать балет по-толстому. Чересчур сложная задача. Но гениальной балерине она была по силам. Если там Майя Михайловна играла роль второго плана и была абсолютно хороша и замечательна в ней, то тут она играла Анну. Любовный дуэт Анны Вронского. Его партию исполняет Марис Лиепа. Лиепа был не только партнером Майи Михайловны, но и ее первым мужем. Правда, этот брак продлился всего три месяца. А вот кинокарьера выдающегося артиста балета просуществовала гораздо дольше. Фактически, до самой скоропостижной смерти танцора. Из полутора десятков кинорелей Лиепа зрителям больше всего запомнился полковник Уолтер в фильме о приключениях Шерлока Холмса и доктора Батсона. Нет, я не убивал. Клянусь богом, я не убивал. Как он тогда погиб? Я запутался, играя на бирже. Но Берштейн предложил мне пять тысяч. Я хотел спастись от разорения, но я не убивал. Марис Лиепа был таким персонажем с ярко выраженным отрицательным обаянием. Вот он был как раз на роли злодеев, часто приглашаем. А ему не надо было изображать особых злодеев. Ему надо было сделать соответствующий грим. И он совершенно замечательно это все делал. Традиция снимать профессиональных артистов балета возникла еще в дореволюционном кинематографе. Например, две самые знаменитые звезды российского немого кино, Вера Холодная и Вера Коралли, изначально были балеринами экстракласса, а уж потом обрели популярность как актрисы. Когда кинематограф был немым, и он был абсолютно визуальным, людям, режиссерам были нужны не столько даже актеры, сколько фигуры, которые могли бы своей пластикой выразить то, что словами выразить нельзя, потому что нет слов на экране. И поэтому эти актрисы были популярны, а Вера Холодная была просто богиней, точнее не королевой, а богиней русского революционного экрана. Интересно, что кинокарьера Веры Холодной началась с роли в экранизации Анны Карениной в 1914 году. Правда, эта лента не сохранилась. Получается, Александр Зархи стал невольным преемником традиции, когда пригласил в свою картину Майю Плесецкую. После успеха в роли Бетси Тверской балерина стала получать новые предложения. И вскоре сыграла в фильме Чайковский режиссера Игоря Таланкина ленте, которая попала в шорт-лист американского «Оскара». Для Майи Плесецкой работа в кино стало ярким эпизодом ее артистической карьеры. Но главной любовью навсегда остались балет, которому она отдала 82 года своей жизни и любимый муж Родион Щедрин, брак с которым продлился 57 лет. Майя Михайловна скончалась от инфаркта в 89 лет, сохранив за собой статус одной из величайших танцовщиц 20 века. Молодая балерина Людмила Савельева больших партий на балетной сцене исполнить не успела, ведь в ее жизнь ворвался волшебный и удивительный мир кино. Нет, это не может быть. Они должны же знать, как мне хочется танцевать, как я отлично танцую, и как им весело будет танцевать со мной. Во второй половине 60-х годов на советские киноэкраны вышла киноэпопея Сергея Бондарчука «Война и мир». Идея экранизировать монументальную классику принадлежала группе видных людей страны, которые даже направили соответствующий запрос киноруководству. Дело в том, что в 60-м году на советские экраны вышла американская версия «Война и мира» Кинга Видера, сделанная в 56-м году, у нас появилась в 60-м, это тогда было в порядке вещей совершенно. И она пользовалась большим успехом, надо сказать. Выдающихся людей СССР возмущало, что американцы уже выпустили «Войну и мир», а в Советском Союзе такого фильма до сих пор не было. В итоге вопрос о постановке отечественной экранизации романа Долстого был решен на высшем правительственном уровне, а сами съемки стали поистине общенациональным делом. В журнале «Советский экран» был объявлен призыв ко всем читателям присылать список актеров, которые, на ваш взгляд, должны сыграть в картине Наташу, Андрея, Пьера, Элен, Курагина и так далее, и так далее. Всех. Потом все эти списки были опубликованы. Разные были совершенно варианты. Единственный, кто совпал почти у всех, это Тихонов в роли Болконского. Тихонов, которого как раз Бондарчук снимать не хотел. Сергей Федорович обещал мне, что я попробуюсь на князя Андрея и не дал пробоваться, потому что Фурцеву приказало взять славу Тихонова. «А ежели ничего не остается, кроме как умереть, что же, коли нужно, я сделаю это не хуже других». Смотрите далее. Почему на роль кореглазой Наташи Ростовой режиссер Бондарчук утвердил голубоглазую балерину? Как фильм «Война и мир» изменил не только профессиональную, но и личную жизнь Людмилы Савельевой? И из-за чего сказочник Александр Роу кричал на юную Наталью Седых. Она любит вас. Не говорим здорово. Любит, я знаю. Нет, слушай, ты знаешь ли, в каком я положении. Мне нужно сказать все кому-нибудь. Ну, ну, говорите, я очень рад. Надо было ему нарушить. Теперь, когда мы здесь, приехать в Петербург, надо было встретиться на этом баре. Все это судьба. Ясно, что это судьба? Что все велось к этому? На главную лирическую роль в экранизации классического романа «Льва Толстого. Война и мир», конечно, претендовала немало актрис. Еще бы. Кто из артисток не мечтал сыграть Наташу Ростову? Наташа – это была самая большая проблема. Потому что надо было сделать так, чтобы наша Наташа затмила саму Одри Херберн в сознании зрителей. А вот это было сделать очень даже сложно. Пробовались на эту роль разные. Людмила Марковна Горченко пробовалась, Наталья Кустинская. Она была очаровательной, конечно, девочкой тогда. Наталья Фатеева. Очевидно, их взялись со съемок «Три плюс два» сразу же парой. Однако, по мнению режиссера-постановщика, Наташа Ростова должна была в первую очередь уметь танцевать. Тогда режиссер монтажа картины Татьяна Лихачева привезла из Ленинграда только что принятую в балетную труппу Мариинского, тогда Кировского театра, выпускницу Ленинградского балетного училища, Люсю Савельеву. Однако, после первой пробы Сергей Бондарчук не поверил в убедительность юной актрисы. Понадобилась вторая. Вот она! Машер, Ремилин! Машер, Путин, я! Я все волнуюсь! Здравствуйте, моя милая! Поздравляю вас! Увидев на пробах вбегающую в зал Людмилу Савельеву, режиссер помер. Это она. Сергея Бондарчука, который во всех мелочах следовал букве романа, не остановило даже то, что цвет глаз у балерины отличался от толстовской героини. Ведь Наташа Ростова была кореглазой. Одри Хепборн потрясающая была Наташа. И она как бы соответствовала внешне. Люсенька была голубоглазая, широко раскрытыми глазами, но у ней был вот тот трепет, тот так необыкновенный человеческий трепет той героини, которая выписана у Толстого. Ни Гурченко, ни Фатеева, ни Кустинска, они не смогли бы это просто, они сыграть бы это смогли. Но в этом невозможно было бы поверить, потому что мы бы видели, что они это играют. А Савельева ничего не играла. У нее были вот такие глаза, у нее были такие руки балетные, и это все было естественно. Кинодебют давался Савельевой с большим трудом, тем более, что юной актрисе приходилось разрываться между съемочной площадкой и сценой Кировского театра, где она продолжала танцевать. Девушка так уставала, что нередко падала в обморок от физического истощения. Но, тем не менее, она изо всех сил старалась стать лучшей Наташей Ростовой. Сцену первого бала Наташи Ростовой в съемочной группе шутливо называли «Наше второе Бородино». Настолько сложной она была технически. Я двигался на роликах, чтобы не создавать танцующим преграду. Потому что иначе надо выкладывать рельсы, а рельсы бы мешали, там могли споткнуться, упасть, вплоть до травм. Я следил за танцующей парой, выходил, садился на кран операторский, меня поднимали над... И я как бы одним планом мог перейти от крупного плана на общий план. Субтитры создавал DimaTorzok Чем дольше Людмила Савельева снималась у Сергея Бондарчука, тем дальше отходил балет и тем ближе становилось кино. Оказавшись перед выбором, юная актриса предпочла съемочную площадку. Но роль Наташи Ростовой навсегда изменила не только профессиональную судьбу девушки. Во время съемок «Войны и мира» в коридоре Мосфильма «Прекрасную Савельеву» в бальном платье увидел молодой актер Александр Збруев. Это была любовь с первого взгляда, закончившаяся браком, который длится вот уже больше полувека. Я полюбил вас с той минуты, как увидал вас. Могу ли я надеяться? Зачем спрашивать? Зачем сомневаться в том, чего нельзя не знать? Зачем говорить, когда нельзя словами выразить того, что чувствуешь? Любите ли вы меня? Да, да. Но ни один Александр Збруев пал жертвой юной актрисы. Наташа Ростова в исполнении трепетной Людмилы Савельевой сразу покорила сердца зрителей. Причем не только в СССР, но и за рубежом. У них приходят до сих пор письма из Ипонии, все меня там называют Наташи. И в Ипонии Министерство образования включило фильм «Война и мир» в обязательную программу для школьников. Вот они теперь учат, значит, учебник читают Романа Толстова и смотрят наш фильм. В негласном состязании с Голливудом победили советские кинематографисты. Подтверждением тому стал приз Американской кинокадемии. «Война и мир» получила Оскар как лучший иностранный фильм года. После удачного дебюта Людмила Савельева оставила балетную карьеру. Кировский театр, возможно, потерял будущую приму. Зато кинематограф приобрел новую звезду. У нее простоев не было. Все 70-е годы, почти все 80-е, она постоянно была на экране. И 20 лет актерской карьеры, это, простите, что ж тут жалеть-то? Это, знаете ли, не каждому удается. Когда юную балерину Наталью Седых позвали сниматься в кино, она еще не знала, что так же, как и Людмила Савельева, окажется перед выбором кино или балет. Пожалей меня, зорька ясная, пожалей меня, солнышко красное, подожди, пока кончу вязание, не то будет мне наказание, мачеха все козы повыдергает. Фильмы признанного мастера и новатора детского кино Александра Роу любила и знала вся страна. Новую киносказку Морозко ждали с нетерпением и взрослые, и дети. С исполнителями характерных ролей режиссер определился быстро. Задействовал в фильме любимых зрителями актеров Александра Хвылю, Татьяну Пельцер, Анастасию Зуеву и, конечно, лучшую бабу-яку всех времен и народов Георгия Миляра. Зря ты, Иван, стараешься, ножками упираешься, все равно я тобой пообедаю. На главную роль сказочного красавца Ивана был утвержден молодой актер Эдуард Изотов. А вот найти для него партнершу, трепетную Настеньку, никак не удавалось. Помог случай. Роу увидел по телевизору выступление совсем юной Натальи Седых. Она с детства увлекалась фигурным катанием и даже прославилась как самая маленькая фигуристка Советского Союза. Какой-то был ледовый праздник, посвященный новогодним праздникам. А у меня был красивый такой очень номер «Умирающий лебедь». Действительно, очень красивый. Это та ситуация, когда балеринского в Натальи Седых все-таки было больше, чем актерского. Ей не надо было там ничего играть. Ей надо только быть, просто быть и, значит, тонким голоском что-то такое говорить. К моменту съемок детской сказки «Морозко» Наталья Седых еще не была балериной. Она только училась. Ей было всего 15 лет и педсовет хореографического училища совсем не обрадовался тому, что их студентка будет сниматься в кино. Это был большой скандал, потому что отпускать меня не хотели, как в подобных учебных заведениях, что надо учиться, а не в кино сниматься. Ну, в общем, это был большой и долгий скандал, и он бы, наверное, кончился ничем, если бы за меня не заступилась мой педагог по классическому танцу Великая Суламиф Миссарер. Эта уникальная женщина была родной тетей Майи Пресецкой, и именно она воспитала из племянницы всемирно известную балерину. Как только Суламиф Михайловна помогла уладить конфликт спецсоветам училища, появилась новая проблема. Теперь кандидатуру Сидых подверг сомнению худсовет студии. И тут Роу, измученный долгими поисками своей Настеньки, поставил ультиматум или Сидых, или никто. Когда он ее увидел, он прекрасно понимал, что наверняка она как бы еще не того возраста, чтобы уже быть артисткой. И ему вот не не была нужна артистка такая с большой буквы А, а ему была нужна девочка прелестная, юная, трепетная, каковою Наталья Сидых и была. Ультиматум режиссера подействовал. И Наталью Сидых утвердили. Артистка вспоминает, что работалось ей легко и интересно, хотя, конечно, и без сложностей не обошлось. Был единственный случай, когда Александр Артурович на меня наорал, я уже не помню даже, что он кричал, а снималась сцена одним дублем, потому что Инна уже сидела в пруду, я сбегала с такой небольшой горки. Но, Наталья! Пруд был грязный, и еще мне сказали, что там пиявки. Поэтому, несколько раз подбегая к воде, я останавливалась. А снимали с трех или с четырех камер, потому что одним дублем. Ну, вот, когда я остановилась третий раз, Александр Артурович так на меня заорал, что я уже сбежала с этой горки и, не думая, плюхнулась в пруд. Удивительно, но образ юной Настеньки стал своего рода законодателем мод. Именно после этой картины косметички многих советских модниц пополнились голубыми тенями. Их стали использовать, чтобы подводить контур глаз. Не трудись, девица, не трудись, красная. В посохе моем сила сильная, морозильная. Злой ты, Морозка, безжалостный. Чтобы создать эффект обледеневших ресниц, гримерам пришлось прибегать к спецэффектам, о которых Наталья Седых и по сей день вспоминает с ужасом. Мне ресницы мазали клеем, которым вот клеют бороды, усы. Мазали клеем и потом сразу ваткой, мокрой ватой. И вот этот лак сворачивался, они делались белые. Я думаю, как я это смывал? Не знаю. Ну, клея с ресниц, это вообще проблематично. Мучения Натальи были не напрасны. Из юной студентки хореографического училища сказочник Александр Роуз смог создать такой образ Настеньки, который покорил всех зрителей Советского Союза. Он очень точно поймал ее невероятную трепетность и нежность, которая была в ней абсолютно безотносительно к актерским и даже балеринским талантам. То есть балеринские были, разумеется. И вот эта вот трепетность и нежность юности, это было схвачено режиссером Роу и преподнесено народу благодарному в образе Настеньки. Смотрите далее. В какой европейской стране зрители полюбили сказку Морозко? Как складывался дуэт Натальи Трубниковой и Николая Еременко в мюзикле «31 июня»? И каким образом отъезд Александра Годунова отразился на судьбе его коллег? Крепись, крепись, лапушка, крепись, не мерзни, не мерзни. Вот так, вот, вот так. Вот, мы еще у тебя на свадьбе гулять будем. Только выйдя на экраны кинотеатров, сказка Морозко моментально приобрела невиданную популярность, причем не только у советских, но и у чешских зрителей. Правда, абсолютным фаворитом по зрительской любви в Чехословакии стала морфушка в исполнении Инны Чуриковой. Притомилась. Молчи. Упрела. Терпи. Нет, не принцесса. А кто же? Королевна. Мне просто рассказывал Глеб Панфилов, как когда-то они с Чуриковой были в Праге. Газета какая-то вечерняя. В день их приезда вышла с заголовком «Морфушка в Праге». Они пошли куда-то на экскурсию в какой-то, значит, в президентский дворец. А он был закрыт, потому что был выходной день. И тогда сопровождающее лицо сказало охраннику, ты знаешь, кто это? Он говорит, кто это? Говорит, морфушка. Открыли все сразу. Окрыленный удачным дебютом Натальи Седых, Роу пригласил девушку на главную роль в свой следующий фильм «Огонь, вода и медные трубы», который тоже пришелся зрителям по нраву. А как тебя зовут? Вася. Вася. А тебя? Алена. Аленушка. В следующем, после выхода картины, в 1969 году, Наталья Седых окончила хореографическое училище и была принята в балетную труппу Большого театра. Оказавшись перед выбором кино или балет, артистка предпочла второе. Совмещать было абсолютно невозможно. Я пробовала. Пока я совершенно уже не растопылилась, можно сказать, во все стороны. и поняла, что с этим надо что-то делать. И я удивляюсь сегодня и благодарна Господу Богу, что у меня в этом возрасте хватило мозгов и силы воли остаться в Большом театре. Вы понимаете, кино это же лотерея. Я сегодня снимаю, а завтра нет. И могут потом больше никогда не вспомнить. Чтобы ее не беспокоили предложениями, Седых даже написала письма в киностолье с просьбой аннулировать ее досье и больше не отвлекать от балета. В течение 20 лет Наталья Евгеньевна служила в Большом театре и была солисткой. А закончив балетную карьеру, снова вспомнила об актерской профессии. Снялась в нескольких картинах и много лет играла в театре. Но навсегда сохранила в сердце благодарность Александру Роу за опыт первой работы в кино. Помню, когда он уже болел, я пару раз приезжала и его навещала. У меня о нем самые, самые, самые теплые сохранились воспоминания, просто как о родном человеке. Любовь к прославившему ее режиссеру сохранила в своем сердце и Наталья Трубникова, исполнительница главной роли Мелисенте в фильме-мюзикле «31 июня». Мы его обожали просто, но если он чуть-чуть повышал голос, все уже падали просто в обморок. Мир безлюбимого Солнце без тепла Птица без крыла В 1978 мастер советского музыкального кино Леонид Квенихидзе, автор любимых зрителями фильмов «Соломенная шляпка» и «Небесной ласточки», решил поставить телемюзикл с профессиональными танцорами в главных ролях. Идея эта возникла у Квенихидзе не случайно. Он вообще балет обожал, потому что до этого его балерина была Наталья Макарова, которая до начала этого фильма уже осталась за рубежом. Со своей бывшей женой Натальей Макаровой Леонид Квенихидзе развелся еще за год до ее отъезда в Англию, но связи в балетном сообществе сохранил. Понимаете, балетный артист, он музыку чувствует каждой клеточкой своего тела, и он может через свое тело вот эту музыку передать зрителю. Вот в этом его нюанс. Он хотел, чтобы и танцы были профессиональны, и песни были профессиональны, чтобы это было профессионально все, не то, что я чуть-чуть танцую, чуть-чуть пою. Мы шикарно станцуем, шикарно споют, и он говорит, вы у меня должны быть квинтэссенция актера. На главную роль режиссер утвердил профессиональную балерину Наталью Трубникову, у которой на тот момент уже имелся весьма скромный опыт работы в кино. Эпизодическая роль в 12 студиях Марка Захарова. До пропа на этот фильм я очень много раз уже приходила на Мосфильм. Меня приглашали в троллейбусе отбирали, приглашали на фильм «Роман совлюбленных», и в балетном училище отбирали на фильм, «Хуторок степи» утверждали. И много было фильмов, где проходило и фото, и кинопробы, но никогда не утверждали. Поэтому я пришла пробоваться с твердым убеждением, что, конечно, меня не утвердят. Вот. Поэтому прошли фотопробы. Я была очень удивлена, когда пригласили на кинопробы. Тут уже я начала волноваться. Потом очень долго не звонили, как потом я узнала, с огромным трудом нас утверждали. И Леонид Александрович Квенихидзе, он очень боролся, было несколько разных комиссий, не хотели утверждать на главной роли балетных артистов. Вот. Но он убедил, что надо, нужно и можно. Сыграли в картине и прекрасные драматические актеры. Владимир Зельдин, Владимир Этуш, Игорь Ясулович и Любовь Полищук. А выбор Николая Еременко на главную мужскую роль гарантировал успех у женской аудитории. Я не вижу ее лица, понимаешь, Фил, не вижу. Ну, какие натурщицы. Здесь надо типичное лицо средневековой принцессы. Прежде чем дать свое согласие сниматься, Еременко поставил одно условие. Нам Литя Александрович рассказывал, что как-то я в мюзикле я не буду танцевать, он сказал, вместе с балетными артистами. И вот этот звездный мост, где мы сходимся, расходимся, он же сказал, я танцевать не буду. И Вера Бакадора французская, она сделала, что мы просто ходим очень красиво, медленно. Потому что он сказал, я не хочу, чтобы меня сравнивали. Все может кончиться, внезапно кончиться. Ты не теряй меня в мир царь не звезд, чтобы одиночество, вдруг одиночество, вновь не разрушило наш звездный муж. Оказавшись на одной съемочной площадке с профессиональным киноактером, да еще и настоящим секс-символом того времени, Наталья Трубникова сильно волновалась, но Николай Еременко оказался прекрасным партнером. Настолько теплый человек, он так мне помогал, он мне помогал все по драматическим сценам, он говорил, не волнуйся, все будет хорошо, я все помогу, он везде, как бы, вот здесь кадр для тебя вот так выигрышный, то есть это просто вот, он меня как бы вел по фильму, хотя поначалу, конечно, он естественно, как очень красивый, эффектный мужчина, он попытался немножко как бы поухаживать, вот, ну это как бы так же легко, я сказал, что мы все тут друзья и коллеги, он все очень быстро понял, и мы были великолепными друзьями. В чем в чем, а в дружеской поддержке балерина Трубникова в тот момент очень нуждалась. Работа была тяжелой, сниматься приходилось в сжатые сроки, чтобы успеть уложиться в два месяца, именно столько длился отпуск у артистов Большого. Перед постановочной группой и, естественно, перед Леонием Дунки-Венихидом стояла очень сложная задача, потому что надо было уложиться в отпускной период артистов, когда они не были заняты в театре. То есть, вы понимаете, снять такое большое полотно с ведущими, танцовщиками Большого театра и театра Станиславского, какими являлись и тот же Александр Годунов, и Наталья Трубникова, Людмила Власова, это довольно-таки сложно. Ну, режим был практически военный, но, кстати, для балетных артистов это было легко, потому что у нас так проходят репетиции в театре. Очень все жестко по времени. Мы все не стайры, мы все спринтеры. Сто метров быстро, дикая совершенно концентрация и тут же все устало рассрабился. Я даже думаю, что фантастическим, драматическим актерам было сложнее поначалу. беда однако Наталья Трубникова признается, если с танцами все было более-менее просто, то актерская работа далась ей намного тяжелее. Все из-за прессинга со стороны режиссера. Стоп, 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 стоп. Детка, вот эта деталь совершенно лишняя. Еще раз скажите, детка, и я проткну вас насквозь. У нас, так как очень жесткие были съемки по две смены в день, нас вызывали к 7 утра и до 10, до 11 вечера, это каждый день мы снимались на протяжении полутора или двух месяцев. В 7 утра я приходила на грим, он обязательно в 7 утра приходил, вставал сзади и смотрел на меня в зеркало и говорил, чтобы я была обязательно без грима. Я говорил, боже мой, кого я утвердил. Он проверял, потому что он говорил, нельзя жидкость пить много на ночь, чтобы лицо было точеное. И вот только когда мы посмотрели в маленьком зале первые отснятые кадры, первые крупные планы, он посмотрел, повернулся на меня и сказал, все доказала, звезда, больше я тебя проверять с утра не буду. Вложенные труды оказались не напрасными. Телефильм удался на славу, но показать его успели лишь один раз, к новому 1979 году. Виной всему стала выходка исполнителя роли Лемисона Александра Годунова. Уехав на гастроли в США, он попросил там политическое убежище. Это стало полной неожиданностью для его жены Людмилы Власовой, которая в итоге была вынуждена отречься от супруга и вернуться в СССР к больной матери. И, в общем, вся эта история, которая легла об основу, кстати, фильма Сергея Микоэльяна «Рейс-222». Главным образом этим Людмила Власова знаменита в истории нашего кинематографа. О том, что история любви Александра Годунова и Людмилы Власовой может закончиться вот так, не мог подумать никто. Ведь они были одной из самых красивых пар в советском балете. Саша действительно очень любил Милу. Когда у нас были гастроли, он в первом делом думал, какой бы подарок сделать своей жене. Независимо от цены, понимаете. И у него, если стоял вопрос купить машину или купить на эту сумму подарок своей жене, он, конечно, выбирал подарок своей жене. Было очень, конечно, интересно, когда вот у Людмилы Власовой не было в этот день съемочного дня, а у него был. Он без нее не ходил в буфет. Она приезжала, специально узнавала, когда обедный перерыв. Мы им говорили, Сашенька, пойдем. У меня денег с собой нет. Мы говорим, мы тебе купим. Нет, я подожду, значит, Людочку. Она приезжала. Сашенька, что ты будешь, будешь, вот этот творожок за 13 копеечек. Он, да, а еще что-нибудь больше? Нет, нет, больше ничего не буду. Она ему покупала этот творожок, он кушал, она уезжала, и он шел работать дальше. Тем большим ударом стало для Людмилы Власовой решение мужа остаться в США. В течение года Годунов добивался возвращения супруги в Америку, но безуспешно. После официального развода в 1982 году, оформленного через посольство, Александр Годунов начал новую жизнь на новом континенте. Занимался балетом, а также снялся в нескольких кинофильмах. Сыграл, например, террориста в «Крепком орешке». В 1995 году артист умер при неизвестных обстоятельствах. Порой любовь обидный смех на тем, кто предан больше всех, кто душу ей веряет. Кто душу не веряет. Вряд ли Александр Годунов думал о том, какую роль его решение об эмиграции сыграет в судьбе фильма «31 июня». Между тем, картина пролежала на полке 8 лет. Повторно она вышла только в 1987 году. Когда мне позвонили и сказали, что будет 31 июня по телевизору, вот тут я очень испугалась, потому что я думала, что фильм устарел, и когда восторгов было гораздо больше, чем тогда, потому что тогда было много критики, что это за тема, что это за фильм про короля, а здесь были такие восторги, очень было, причем по отношению ко мне, было столько таких деликатных обращений, ко мне действительно настолько вежливо обращались поклонники, поклонницы действительно как к принцессе. Наконец-то фильм Леонида Квенихидзе получил ту любовь, которую заслужил. Правда, удачный дебют никак не помог Наталье Трубниковой в дальнейшей кинокарьере. У нее было несколько ролей в кино, но ни одной главной или хоть сколь-либо серьезной. Я опять перешла такое РНМ актрису кинопроб, потому что, конечно, после того, как прошел фильм, меня приглашали на совершенно фантастические, великолепные фильмы. Я проходила фото и кинопробы, и дальше мне говорят не утвердили. А потом мне уже спустя много лет сказали, что был такой негласный приказ больше балетных артистов не утверждать. Действительно, отъезд Годунова поставил крест даже на потенциальные возможности для многих балетных артистов сниматься в кино. С этим негласным запретом закончилась эпоха фильмов с балетными танцорами на экране. А позже закончилась и советская власть. Началась совсем другая история. Когда балет сливается с кинематографом, то надо прежде всего отдавать себе отчет во имя чего это слияние происходит. Если это просто снятый на пленку балет, это одна история. А если это попытка балетные какие-то прелести соединить с кинематографическими и на основе этого усилить художественное воздействие кинопроизведения, эта история другая. В тех случаях, когда это происходит, это самая другая история, то появляются замечательные кинокартины, в которых элементы балетной эстетики замечательно вписаны в такую общую картину эстетики кинематографической. Это и Морозко с Седых, это и Анна Каренина с Плесецкой, это и 31 июня с Трубниковой и Годуновым, и Власовой тоже, и, разумеется, «Война и мир» с Людмилой Савельевой. 31 июня, Морозко, «Война и мир», Анна Каренина. Эти картины доказали, что в кинематографе должно быть место для балета. Ведь ни один драматический артист не сможет показать такую стать, пластику и грацию, как профессиональный танцовщик. Не зря же зрители до сих пор помнят и любят образы киногероинь, созданные Натальей Трубниковой, Натальей Седых, Людмилой Савельевой и Майей Блисяцкой. Субтитры создавал DimaTorzok